Девушки отдыхают Золота здесь нет Вы до него не добрались Надо прокопать метров 30 Хочешь сказать, я только на полпути? Мне страшно Мне правда страшно Золотая лихорадка Тащите ее сюда Уберите все с дороги Майк, качни ее, давай Что за коллективное творчество? Шевелитесь Пристегивай На Парадайз Хилл Тони Битц расширяет свой флот Чтобы перевести новую драгу За 160 километров по реке Юкон Но сначала Надо соединить две части 30-тонной баржи В один массивный корпус Осталось подтащить сюда машинку Поднять, поставить И вверх Ему нужно идеально выровнять Две стальные секции По 15 тонн И приварить их Проще простого Идеально Вот что значит собрать профессионалов Видите, на что способны Их хилые ручки Команда специалистов Соединяет части корпуса Дуговой сваркой При температуре в 10 тысяч градусов Только так мы увезем драгу, господа Нет баржи Нет драги С ней мы сможем ходить по реке Перевозить оборудование к драге И наконец начнем ее разбирать В прошлом году Тони заплатил полтора миллиона долларов За вторую драгу Она на 150 тонн тяжелее первой И была построена в 46-м году Но теперь заброшена И стоит в 110 километрах к югу На Тисел Крик Я рад, что нашел эту драгу Разберем ее Сделаем, что сможем Заработает, и мы добудем осенью золотишко Чтобы перевести драгу На Юрика Крик Тони погрузит ее на баржу И на буксире потащит вверх по течению Бригадир Тони Джин Чизман Работал над буксиром Кит Командо эти три недели Джин разделил его на три части Чтобы отвезти к реке За 25 километров В Долсон Доедем до реки Соберем палубу Поставим рубку И подключим все системы Много работы Получится ли? Сто процентов Майк, возьми уже рацию А то я тебя отлавливать не успеваю Пока красят баржу Тони поручает своей семье перевезти буксир Ты едешь за мной Ты перед Джином Да Его сын Майк Поведет Ошкош 22-летний армейский грузовик С восьмиколесным приводом Отлично Поехали Вперед Он станет неплохим водителем Шевелитесь Меня не остановить Однажды Гляньте на парня Сидит в грузовике И он счастлив Здорово, да? Да, Майку эта штука нравится Вперед, вперед! Будь у него еще опыта побольше Я ведь проеду через мост, да? Как бы не вышло, что рубка Слишком высокая Не знаю Поглядим Я об этом не подумал С мостом будут проблемы Сбавь обороты Вряд ли буксир тут пройдет Конечно Вы небось Обсчитались Сантиметров на 10, да? Майкл Битц Езжай медленно И не спеша Не поместится Срежем мост Езжай понемногу, Майк Даже если подсчеты то не верны Зазор для Кит Камандо Всего 10 сантиметров Одно неверное движение Майка И буксиры мост будут уничтожены Придется фактически Начинать все сначала И доступа в город Уже не будет Поезжай, Майк Осторожно, Майк На середине Сзади отлично смотрится Знаешь что, Майк А ты пройдешь Да, давай, давай Браво, Майк Тони, буксир пройдет Отлично Класс Баклинт наш второй шанс Будем надеяться Не последний В этом сезоне Тодд поставил Грандиозную цель 155 килограммов золота 6 миллионов долларов Но пока добыл Всего 4 килограмма 300 граммов Ценой в 165 тысяч долларов Дела так плохи Что Тоду нечем платить Каманди Пока они не найдут золото Нам всем надо платить По счетам Логан недавно купил дом У Кевина родился ребенок У нас всех Есть семьи Парни приехали сюда Не для того, чтобы работать За спасибо Конечно, они недовольны Им это не нравится Отцу нужно как можно быстрее найти золото Для команды И их семей В Орегоне Слишком тяжело Я уже лет 100 золота не видел Я старатель Мы должны видеть его каждый день Иногда я сомневаюсь Верно ли поступил Приехав сюда Они засыпают пески С Баклинда В Монстр Ред Но никто не знает Удалось ли отыскать залеж Способную принести им удачу Копаем на глубину в 15 метров Чтобы добраться до песков Очень напряженная ситуация Кевин и парни Открыли просто чудовищный разрез Будем надеяться Там есть золото Я слышал немало рассказов Но не знаю, правдивы ли они Не уверен Через два дня промывки Дэйв и Кевин Выключают Монстр Ред Чтобы узнать Добрались ли они до золота Все, на сегодня закончили Проверим желоба Узнаем, сколько у нас золота Тут золота нет Ни кусочка Я золота не вижу Его тут вообще не видно Здесь пусто Мы промыли 1200 кубов Этого мало Что-то пошло не по плану Мы держим все яйца в одной корзине Не выйдет нам конец Ничего не поделаешь Это наш последний шанс Надеюсь, Марвину есть что сказать Они арендовали прииск Бакленд У Марвина Вирта Глубина разреза уже составляет 15 метров Таких тот еще не открывал Он может потерять свое дело У нас проблема Золота в разрезе нет Говорю, тот, такого не может быть Мы прокопали метров 15 Взяли пробы Вот что я скажу Копать надо куда глубже Что? Вам нужно прорыть больше 30 метров Хочешь сказать, мы даже не на полпути? Тодд, это совсем другой уровень Это сотни тысяч долларов Топливо, труд, время, силы Слушай, Тодд, начал дело, нечего бежать Если не все идет по плану Вопрос в том Сможем ли мы так глубоко копнуть? Буду честен Если тебе не хватает ума это сделать Можешь отправляться домой И не осложнять жизнь другим На дне будет золото Золотая лихорадка Золотая лихорадка Покажем всем Надеюсь, сегодня добыть кучу золота Прошла треть сезона Паркер добыл всего 24,5 килограмма Ценой в 944 тысячи долларов Золото у нас меньше, чем я думал Чтобы принести им 124 килограмма Ценой в 4 миллиона 800 тысяч долларов Шлюз Цефер должен работать по 12 часов в день Я думал, будем добывать по 90 граммов в час А у нас 60 За полторы тысячи рабочих часов За сезон Это недостача в 45 килограммов А то и больше Это очень плохо Странный звук Да Где-то в промприборе что-то странно грохочет Так быть не должно Что это, камень? Сломанная пружина? Следить за состоянием прибора Задача бригадира Рика Несса Чтоб тебя Что там? Громко решетки между шлюзом предварительной очистки И виброситом сломано Там огромная трещина Поломка? Да И дело дрянь Стенка между шлюзом предварительной очистки И виброситом Раскололась натрия Вот гадство Каждый час простое промприбора Обходится Паркеру в 2500 долларов золотом На днище отсека предварительной очистки вмятина Осталось от кромки решетки Значит шлюз слишком низко Чтобы вибросита нормально работала Потратить кучу денег на новый промприбор Чтобы он вот так треснул За какие-то Несколько недель Это нелепо Это моя головная боль Где Митч? Не знаю Что же нам с этим делать? Механик Митч Блажки должен найти решение Как дела? Плохо Жуть, что такое? Решетка треснула почти пополам У нас тут серьезная поломка Прибор саморазрушается Когда промприбор работает Между загрузочной воронкой и отсеком предварительной очистки Есть зазор в 7 сантиметров Но при выключении Из-за неравномерной вибрации Пластина бьется об отсек Покрываясь трещинами Сейчас мы все заварим Но учитывая сколько часов Этот промприбор проработал У нас серьезная проблема Мы худо-бедно все выправили Заварим теперь сверху и снизу Так швы будут куда крепче Пытаемся побыстрее разобраться с этим Мы срезали часть кромки Выгодов еще сантиметр Будет меньше биться о край Я видел, как Паркер чуть волосы не спалил Митч и Джордан отлично поработали Теперь мы собираем приборы И продолжим промывать пески Минут через 30 Всего за два часа Митч заварил трещины И укрепил стенку Здесь вместе трещины Сварки куда больше Мы добавили несколько креплений Она едва не лопнула Все держится И стенка, похоже, перестала саморазрушаться Я доволен Будем добывать золото Хочешь сказать, что я лишь на полпути к цели? Да мы до этой глубины еле добрались На прииске Баклинт в Орегоне Энди Спингс открыл разрез глубиной в 15 метров Но оказалось, что нужно еще минимум 15 Все мои знания и опыт в снятии с крыши и разрезах Тут уже не помогут Я никогда не делал таких глубоких карьеров Или найдем решение Или уедем домой Мне страшно Правда, страшно Есть вариант Что делать? Это будет нелегко Но решение есть Придется пораскинуть мозгами Но это реализуемо Как? Оставить по бокам серпантин, как в горах Копать все глубже Зигзагами Пока не дойдем до дна До платяка И будем выбирать породу В отличие от других Эксперт по безопасности Трей Пулсон Проработал 20 лет в сфере карьерной выработки Но работа на глубине От этого зависит наше будущее Отличный план Попробуем это провернуть, Энди За дело Вперед Энди и его команда берутся за дело Осторожно выбирая породу В отчаянных поисках богатой залежи Тотт, Трей и я Только что обсудили ситуацию Похоже, глубина карьера Должна быть метров 30 Эта новость меня не обрадовала Я таких разрезов никогда не делал Остается надеяться на залеж Парни устают Они каждый день работают А золота не видят Это плохо Давай, Тёрп Стоп, стоп Я провалился Какого чёрта? С места ты не сдвинешься Здорово увяз Чтоб его Я сейчас спущусь Проблема в том Что эту дрянь нам ещё копать Метров 15 Это будет сущим кошмаром Похоже, грунтовые воды куда ближе, чем я думал Энди будет сам меня вытаскивать Я помочь не смогу Если газону, больше увязну Скажи, как будешь готов, Энди Это было не сложно Но каждый грузовик толкать не будешь Больше мы этого делать не будем Энди хочет выбирать по полтора метра в день И тогда, через 10 дней, они откроют 30-ти метровый разрез Тут есть вода, Тодд Проклятие Есть вода, значит За ночь в канавах уровень поднялся до 6 метров Это много Мы не знаем, с какой скоростью она прибывает Это уже на 15 метрах А впереди ещё столько же Не найдём тут золота Не знаю, что будем делать Возможно, это наш последний разрез Или мы решаем проблему с водой Или нам конец Ничего не поделаешь Это очень серьёзно Золотая лихорадка Золотая лихорадка Не найдём тут золота Не знаю, что мы будем делать Есть варианты? Что делать? Команда Хоффмана пытается докопаться до богатой залежи Но они дошли до грунтовых вод И разрез затопило Думаю, надо поставить в углу насос Проложить трубы до самого края прииска Прямиком к нашим прудам Вы всё рассчитаете? А мы уберём воду За дело Трей хочет поднять воду на склон высотой в 20 метров И убрать её из разреза Здесь нужен насос мощностью в 200 лошадиных сил И толстостенные трубы Такой насос будет подавать по 10 тысяч литров воды в минуту Надо приварить трубы И проложить их до самого пруда Разрез заливает быстро И осушать его надо ещё быстрее Сюда, по центру Насос будет подавать воду вверх По трубам Пришлось делать ещё один обвод Для насоса в пруду Мы с Хуаном сварганили его Из металлолома Да, прямо посреди пустыни Отлично Что скажете? Насос готов Осталось проложить трубы Труба пройдёт здесь Свернёт за угол И дойдёт прямо до пруда Отлично Можно начинать Вперёд Сколько метров? Примерно 330? 330 Уберём отсюда воду Узнаем, что на дне Всё готово Скрестим пальцы Тодд, вы уже на месте? Да, мы на месте Заводи Момент истины Или мы решим проблему с водой Или нам конец Поехали Ну, давай же Я слышу, как выходит воздух Да? Есть вода? Нет Пока нет Дрей работал с мощными центробежными насосами На протяжении всей своей карьеры В трубах много воздуха Откроем вентиль Весь воздух выйдет И потечёт вода Скрестим пальцы, Рэнди Хоть бы вышло Есть Вода пошла Отлично Качает Вот так Да Рэнди, мы спасли положение Да Нам нужны хорошие новости Хотя бы такие Тодд и его команда могут продолжить поиски неуловимой залежи Дело за золотом Сработало То, что нужно Надо спускать наши корабли на воду Время-то идёт Так что за дело Прочь с дороги Битцы везут баржи и буксир через Доусон-Сити Мы живём в городе старателей Но своего добьёмся Несмотря на пробки Туризм Это не главное Кто-то недоволен Его проблема Как сказал бы Тони Не свезло Пёс никуда не поедет, верно? Хотел сказать Двигай вперёд А за рулём собака Вверх, выше Разверни её, Майк На берегу реки Юкон Тони Битт собирает свой буксир Кит-команду Класс Не спеши, не спеши И ещё немного Вот так? Да Сначала надо подключить все кабели Управление А потом останется только спустить его на воду И всего-то В собранном виде эта штука такая высокая Я нервничаю Ещё и толпа зевак собралась Майк сядет в грузовик Майк, сдай назад Вот так, да Назад Так и продолжай Майкл Теперь двинь в другую сторону Ещё, ещё, ещё Ещё Подъезжай, подъезжай Майк, попробуй его выровнять Давай в воду Вот так, да Назад, назад, назад А теперь выровни и ещё сдай назад Молодец, вот так Полегче с тормозом Езжай, езжай, езжай Ещё чуть-чуть Постой, Майк Теперь ещё сдай назад Не плывёт Вода дошла до палубы Корма-кит-командо уже в воде Если вода просачивается в корпус Судно может быстро затонуть Постой Майк, хватит Стоп Что скажешь, Джин? Сейчас заведу Тони, пусть остановится Надо всё проверить Джин хочет завести двигатели И попытаться снять кит-команда С платформы Судно качает Джин проверяет двигатель Ожила Постепенно, понемногу Вот так, да Браво, Майкл Плывёт Поплыла Мам Вот так Гляди Накренилась Я на неё не ногой Да уж Ни за что Ну, буксир мы на воду спустили Теперь надо разобраться с баржей Всегда новые задачи И так без конца Иначе я бы сидел без работы Мы выбрали из приграничного разреза Практически всё На Скрибнер Крик Тайсон промывает последние Несколько тысяч кубов песков Из огромного приграничного разреза Осталось ещё смены две Не больше Порода тут хорошая Легко проходит через колосники Шлюз цифер голоден Будем его кормить Чтобы добыть 124 килограмма Ценой в 4 миллиона 800 тысяч Им нужно промывать По 250 кубов в час Бригадир Рик Несс Как обычно пришёл Чтобы осмотреть прибор Просто здорово С корпуса вибросита Сыплется порода Земля, камни Перекрывай вентиль обводной трубы И в чём причина? Где Митч? И снова Митч должен решить проблему Худший момент из возможных Я завтра улетаю в Орегон На свою свадьбу Хотел закончить ещё десяток проектов Но времени очень мало Что-то в жизни может подождать Но я не думаю, что это касается свадьбы Что такое? Не знаю Надо выключать С этой стороны шлюза первичной очистки Ничего нет А тут слой камней Плохо Если вода подаётся как надо И давление равномерное Порода не скапливается с одной стороны Судя по всему Тут у нас явный перекос Надо отрегулировать подачу воды По центру Как я рад, что ты ещё здесь, Митч Хорошо, что это случилось Не через десять дней Да Митч уезжает на свою свадьбу Я рад, что пока он здесь Потому что мало кто способен справиться Лучше него Он точно всё исправит Он молодчина Тайсон, включай воду Хорошо Отрегулировав давление в форсунках Митч выровнял подачу воды в шлюз предварительной очистки Теперь пески проходят равномерно С этой стороны не хватало воды Материал скапливался у дальней стенки И камни пересыпались через край Другое дело Меньше чем за два часа Проблема решена Митч может вернуться к своим делам Которые нужно доделать Перед отъездом на свадьбу Отлично Пока, Митч Спасибо, Митч Мы сняли огромное количество вскрыши Тот потратил кучу денег Но если здесь нет золота Никто из нас их не получит И я здорово нервничаю В Орегоне команда Хоффмана решила проблему с водой Но Монстр Ред будет простаивать, пока Энди не найдет пески Глубина разреза уже составила 15 метров Но копать, возможно, придется до 30 Энди лучший машинист Может, мы найдем тут пески? Надо идти вглубь и найти это чертово золото Без вариантов Сделаю пробный раскоп Как можно глубже Посмотрим, может, порода дальше наконец поменяется Вместо того, чтобы выбирать весь карьер Энди роет узкую канаву, чтобы быстрее добраться до песков Если он не найдет залеж Мечта Тодда о 150 килограммах будет разбита На глубине в 3 метра Энди делает паузу Что там? Смотри, видишь? Снизу получше видно Ушли на глубину и стали подбираться к пескам Камни Хорошо Мы копали и копали, и сразу после глиняной прослойки идет черная порода С этим можно работать Это пески Ребята хоть немного приободрятся Залежь не так глубоко, как думал Марвин Нам весь год не везло, но теперь, похоже, улыбнулась удача Это о многом говорит Судя по тому, как идут слои По типу камней и их отложениям Там точно есть золото Вот что Надо выбрать этот материал, не добираясь до платяка И промыть Тысячу кубов Похоже, нам начинает везти Назовем это траншейной пробой Промоем Доведем Посмотрим, что там Может, тут мы получим золото за весь сезон За работу Тот может, наконец, включить Монстр Ред И промыть тысячу кубов на пробу Чтобы узнать, добрались ли они до залежи Надеюсь, тут хватит золота, чтобы парни получили свою долю Потому что они этого заслуживают Золотая лихорадка Золотая лихорадка Прием, последний ковш Мы работали без продыху три дня Почти не останавливаясь Надеемся увидеть много золота Ну что, за доводку и поживее Чтобы наш зверь мог снова промывать пески Спустя два месяца Из сто тысяч кубов Шлюз Цифер промывает остатки песков Из приграничного разреза А Брэннон как раз заканчивает площадку Для перевозки промприбора Брэннон отлично поработал над этой площадкой Неделя удалась Прямо гора с плеч Дела идут как надо И мы готовы снова промывать пески Невероятный проект Гляньте, какая высокая площадка Все идеально, как должно быть В итоге нам стало только лучше Здорово Последняя доводка И Паркер начинает разрабатывать новый разрез Последнее золото из приграничного разреза Хороший был разрез Чтобы добыть 124 килограмма Ценой в 4 миллиона 800 тысяч долларов Паркеру нужно получить сейчас Минимум 4 килограмма 600 граммов Килограмм 200 Килограмм 800 300 4 300 Сыпь, сыпь Боже Ну же 5 980 Без малого 6 килограммов Стоит 230 тысяч долларов Если подсчитать Мы добыли Много Наш лучший разрез Много Пока и впрямь лучший С такими доводками Мы добудем свои 124 килограмма О да Ладно Оставайся, Митч Прости, надо ехать Вообще, мы кое-что для тебя приготовили Прямиком из шлюза Твоя доля золота Мы благодарны тебе За работу Отлично Мы это нашли во время доводки Да, я не раз что-то чинил Сидя в приборе Думаю, мне лучше поспешить на рейс Я многое пропускал ради работы Но это... Что, свадьбу пропустить не хочешь? За Митч и Хейли За Митч и Хейли Спасибо До дна Это паршивая баржа Куда тяжелее буксира Думаю, вдвое, если не больше Кошмар Каждый день Тони все ближе к тому Чтобы увести свою 70-летнюю драгу Стисел Крик Его буксир Кит Командо Уже на воде И они закончили чинить И красить баржу Надо подвинуть ее Еще на 5 сантиметров И все в шоколаде Теперь его сын Майк Должен отвезти стальной судно Весом в 30 тонн в Доусон И спустить его на воду На реке Юган Сидеть в старости и думать Что мог бы то или это Да ни за что Только знаю Делал Нравится мне ездить На этом вездеходе Наш ошкаш Майку нужно спустить баржу на воду С буксиром у них были трудности Но баржа вдвое шире Вдвое длиннее И почти втрое тяжелее Заводи Майк Дальше Майк, дальше, дальше Все идет хорошо Сдай еще назад, Майк Держи ровно Давай, давай, давай Почти все, Майк Стоп Нет, так ничего не выйдет В самом-то деле Как и с буксиром Майку не удается заехать Достаточно глубоко Чтобы баржа сама поплыла Еще немного глубже И он утопит свой ошкаш Сидя в кабине Хватит, это страшно Но у Майка появляется идея Попытка не пытка Вперед Отлично, Майк Вот так, да Жми на газ Еще разок, Майк Назад, назад, назад Жми Браво, Майк Молодчина Выезжай понемногу из реки Жми на газ Давай, давай Отлично Боже Да Круто В общем и целом Учитывая, что мы раньше Такого не делали Да Все круто Я проехал вперед Резко сдал назад И по тормозам Сама сошла А в воде кажется маленькой Куда улетела пробка? До дна До дна Тост За успешный запуск баржи Отлично Мы еще на шаг ближе К перевозке второй драги Шлюз цифер Далее в золотой лихорадке Все выходит из-под контроля Берегись, Рик Тут нет золота Дэйв таранит породу Что ты делаешь? Прочь с дороги Я спущусь в разрез И найду это чертово золото У меня нет инструментов Я не могу так работать Сколько? Боже Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова